Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», наполняя данными из википедии и интернета. Серви Тулии. Серви Тулии, согласно преданию VI, предпоследний римский царь, правивший вперед с 578 по 534 год до н.э. Серви Тулии является также исторической личностью, ответственной за строительство храма латинской богини Дианы на Вентинском холме и городской стены, руины которой сохранились до сих пор. Однако они датируются не раньше, чем в IV веке до н.э. Впрочем, они могут представлять собой остатки стены, построенной на месте другой, более древней. Этому царю приписывается также создание законодательства. Согласно ему, римские граждане были разделены в соответствии с имущественным цензом. Из википедии. Серви Тулия свергли в результате заговора, устроенного его дочерью и зятем. Недовольство патриции в реформе Серви Тулия привело к тому, что царь потерял поддержку сената. Хуцый Тарквений воспользовался этим, созвал сенат и проразгласил себя царем. Когда Серви Тулия, к тому времени уже глубокий старик, явился в сенат для того, чтобы прогнать самозванца, Тарквений сбросил его со ступенек на каменный помост. Раненый Серви Тулия, с трудом поднявшись на ноги, направился домой. Опасаясь того, что Серви Тулия может собрать лояльных ему римлян и не дать ему занять царский трон, Луций Тарквений послал своих людей догнать и убить престарелого царя, что те и сделали. По легенде, когда дочь Тулия ехала на колеснице по улице, где лежало тело только что убитого отца, то приказала возниться и не останавливаться и продолжать путь. Из тела бывшего царя брызнула кровь, которая запятнала Тулию, и в крови собственного отца она вернулась домой уже царицей. Улица, на которой произошел эпизод с колесницей, получила название «проклятой» или «запятнанной преступлением». Ну вот так вкратце о Сервии Тулии, согласно преданию, шестой предпоследний римский царь. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok